Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот печеньки из магазина Лента. Товары высокого качества. Ну, вообще из магазина Лента, вот именно с такой млемкой, товары действительно хорошего качества. И зачастую бывают даже без всяких лишних е-добавок. Так, здесь у нас печенье с черной смородиной. Вкус плюс сок. Посмотрим, что там за сок. Так, тут вот нарисован черная смородина. Вот такое печенье. Я помню, в моем детстве такие печеньки были популярны, мне очень нравилось. Они были довольно дорогие и изредка родители покупали. Сейчас их можно купить везде и довольно дешево. Так, срок годности 6 месяцев. Так, что у нас здесь? Так, а тут-то у нас состав. А состав, конечно же, оставляет желать лучшего. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Здесь, кстати, я не вижу е-добавок. Сейчас стали делать все по-новому. То есть, писать не е-добавки, а словами. Вроде человек так посмотрит. А, е-добавок нет. Все, натурально. Беру. А на самом деле, вот так сейчас тут начнешь читать. Тетрад натрия. Крахмал. Ну ладно, крахмал. Краситель. Каротины. А, есть, кстати, вот одна е-добавка. Ну вот, или одна. Ладно. Черной смородиной, кстати, я очень люблю. Чай черной смородины. Магазинный. И попробуем с вами печеньки. Открывать, кстати, не очень удобно. Вот она. Открываешь, а тут получается... Оп. Так. Вот так они лежат. Мне кажется, одной не хватает. А то коробочка, кстати, удобная. И аромат пошел. Аромат смородины. Прям аромат черной смородины. Такое ощущение. Выглядит, ну, они придавленными. Тут придавлено выглядит. Может, ее действительно придавило чем-то. Так. Нам тарелочка, конечно, понадобится. И потом мы так с вами берем, размахиваемся и так вот. Оп. А потом смотрим, а что там получится. Куличик или нет. Оп. Нет. Ха-ха-ха. Точно так же получается, что и было. Они немножко подтаяли, наверное, у меня. Так. Выглядят они вот так вот. Ой. Ароматно так пахнет. Прямо обалденно. Не могу. В моем детстве все-таки они выглядели более красиво. Здесь видно, что была печенька. Сверху положили черную смородину, да? Там вместе с соком. И полили шоколадом. Ну, вот оно прям тут так вот видно. Здесь вот прям вот особенно. Где-то вот тут, где я видела-то ее. А вот видела тоже. Ну, это, наверное, как мармелад, скорее всего. Так, давайте мы разрежем с вами одну. Кстати, довольно мягко она режется. Так, ну, конечно, начинку там не видно. Начинка-то должна быть явно белой, наверное, или какой-то, я не знаю, зеленой, чтобы ее было реально видно. Ее здесь, конечно же, не видно. А, во! Кстати, ее довольно много. Ее реально, кстати, много, смотрите. Здесь почти целых, наверное, миллиметра 4-3-4 есть. Это классно. Могли, в принципе, они могли вообще мало положить, капельку, как обычно это бывает. Так, я хочу ее попробовать отдельно сначала. Пробуем. Так, она приторно-сладкая. Арома смородины немножко. Ну, если бы вы ели смородину, это было, конечно, вкуснее. И так же, конечно, это мармелад. Так. Тут уже сама печенька. Ладно. Давайте вот эту съедим все вместе теперь. Все вместе это, конечно, повкуснее. Но шоколада немножечко маловато. Можно было немножечко и побольше положить. Больше, конечно, ощущается сама печенька. И немножко сама там смородина. Сок я не знаю, где там ее находится. Или, может, не сама смородина, а сок из смородины там. Превратившийся во что-то. Большую каплю. Но, в принципе, вкусно. Вот так вот просто купить. Недорого, подешевле. Попробовать вспомнить вкус детства. Но мне кажется, в детстве было... Ну, не в детстве, как в подростковом возрасте. Когда они только появились у нас в России. Они были, мне кажется, немножко другие. Не знаю. Но, может быть, мне, скорее всего, кажется, что тогда было все вкуснее, чем сейчас. Вот. Но это довольно вкусное, но притерно-сладкое. Притерно-сладкое. Хотя, да, для сладкоежек, кстати, нормально. Потому что мне писали. Сладкоежки для них это нормально. Так, например, шоколадка Альпенгольд, которая тоже притерно-сладкая. Она, кстати, есть обзор у меня на канале. Вот. Ну, в принципе, вкусно. Мне понравилось. Так, давайте ее... Тут побольше как будто. Посмотрим еще. Печенье, кстати, очень мягкое. Вот. Самое главное, это я забыла сказать, она очень прям такая мягкая, нежная. Ну, и здесь видно, что она не хрустящая, тоже толстенькая. Ну, такая. Как от тортика какого-то. Можно тортик сделать из них. Вот. Такой у нас с вами был обзор. Напишите свои отзывы в комментариях обязательно, если они есть. Если вы уже пробовали такую печеньку. Вот. Или, может, другие вкусы. По своей предложениям. Что бы вы хотели на обзорах моих увидеть. Какие продукты. Я обязательно их рассмотрю. Также смотрите другие ролики. Также обзоров много на другие продукты. Из фикс-прайса, победы, светофора. Обычных магазинов. Обзоры на технику. Влоги. Как мы с сыночком живем. Путешествуем. Отдыхаем. Занимаемся. Развиваемся. Путешествуем. Моему сыночку три годика. Также есть живопись. Фоны, фаны, фано, фина и так далее. Короче, там куча всего. Живопись есть. Короче, там много всего интересного на канале. Обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите комментарии, отзывы. Ставьте лайки. Обязательно лайки. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Субтитры сделал DimaTorzok